С вами Николай Пивненко в проекте ДАТА. Сегодня 17 февраля, день российских студенческих отрядов. Наследство от СССР. Как выяснилось сегодня, эти подразделения насчитывают более 250 тысяч человек, которые проживают в 74 субъектах России. Это и подготовка Сочинской Олимпиады, постройка космодрома, Восточный. Работают студенты на строительстве железных дорог и АЭС, возведении промышленных цехов и санаториев, а также на множестве других объектов самого разного назначения. В этот день появились на свет в 1888 году Отто Штерн, физик. Родился в Германии, работал в США, разработал метод Пучков, измерил скорость теплового движения молекул, доказал существование пространственного квантования, открыл дифракцию атомов и молекул, измерил магнитный момент протона, получил Нобелевскую премию. В 1906 году рождается Агния Барто, русская советская поэтесса, автор стихов для детей и сценаристка. Смешной цветок поставлен в вазу, его не полили ни разу, ему не нужно влаги, он сделан из бумаги. А почему такой он важный? 1918 год рождается Владимир Щербицкий, член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины. По мнению историков, один из претендентов на пост генерального секретаря ЦК КПСС в начале 80-х. В 1957 году рождается актер Игорь Бочкин, а в 1963 Майкл Джордан, американский баскетболист, играл на позиции атакующего защитника, сыграл важнейшую роль в популяризации баскетбола и НБА во всем мире. 1976 год, день рождения Дениса Майданова, российского автора и исполнителя, актера, музыкального продюсера. История дня. 1598 год. После смерти царя Федора Иоанновича, последнего из династии Рюриковичей, Земский собор избирает на царство Бориса из рода Годуновых, основателем которого считается Мурзачет, приехавший в свое время в Москву из Золотой Орды, еще при Иване Калите. 1740 год. В Петербурге отмечается рекордная для города минимальная температура, минус 45. В этот день проходят шутовские маскарады «Свадьба в ледяном доме», устроенная в честь Анны Иоанновны. А в 1761 году в Зимнем дворце дается балет, где одну из партий исполняет будущий император Павел I. Лондон. 1932 год. Английский физик Джеймс Чедвик направляет в журнал Nature сообщение об открытии нейтрона. Элементарная частица, которая входит вместе с протонами в состав атомного ядра. Ученику Эрнеста Резерфорда понадобилось 11 лет, чтобы доказать предположение своего учителя. 1947 год. Голос Америки начинает вещание на Советский Союз. Теперь трудно объяснить молодому поколению, зачем многие молодые люди слушали эту радиостанцию, которую все время глушили и все время слушали. 1982 год. На экраны страны выходит фильм Татьяны Лезновой «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли. А в 1993 году в России учреждено РАО «Газпром». Патенты дня. 1818 год. Барон Карл фон Дресс патентует Дрезину. А в 1883 году некто Ашвилл патентует, стыдно сказать, общественный туалет в Лондоне. Ну и последнее. Сегодня Международный день спонтанного проявления доброты. Неофициальный праздник, который создан по инициативе ряда международных благотворительных организаций, по мнению которых этот праздник имеет планетарное значение. В некоторых странах сегодня принято также дарить цветы знакомым и незнакомым людям, делать комплименты в этот день хотя бы трем гражданам. Считается, что вы улучшаете их настроение не только на этот день, но и на целую неделю. А они, в свою очередь, его кому-то еще. Давайте попробуем провести хотя бы один день полностью в добром настроении. А лучше год, а может и всю жизнь. С вами Николай Пивненко в проекте Дата.